прием а все слышно да все хорошо здравствуйте дорогие друзья все кто смотрит нас онлайн мы начинаем творческую встречу с андреем кузинским все уже показывала ты объявила и туда на вам все я понял ладно не будем ждать дальше мы начнем тогда на значит представлюсь на или уже представила я тебя прослушал да ну меня зовут андрей кузинский я 2d художник работаю в компании game inside собственно все пойдем по домам ну тема заявлена я думаю поступим так я сначала поговорю на заявленную тему включу фоном чтобы не было скучно совсем спидплейн записал специально для сегодня работа это не закончена поэтому когда я закончу вещать я могу просто продолжить ну или что-нибудь новенькое типа той мазни что я сейчас делал вот ну приступим я думаю да сама тема я думаю она будет актуальна всегда потому что интересующихся новых людей данной сферой до 2d графика и там да или вообще игровой индустрии в целом и все больше и и у нас в россии это как бы становится потихонечку популярнее то чем чем было ранее поэтому думаю нужно начинать со снов думаю это будет полезными мечты новичкам и я бы хотел узнать кто вообще связан кто рисует вообще кто из вас кто этим зарабатывает 50 процентов ладно тоже хорошо вот ну я сделал какие-то свои заключения до из писем в личку из каких-то наблюдений личных и пришел к выводу что возникают такие вопросы многих останавливает то что они им нравится рисовать им хотелось бы начать но их останавливает то что им там например уже там 30 лет и время упущено и это наверное главный главная проблема для таких людей да то что они смотрят на других те которые уже давно рисует может быть с детства и это останавливает их то есть они им кажется что уже невозможно ничего достичь в это время я думаю что на их месте лучше не обращать внимание вообще ни на кого потому что если уже нравится рисовать то какая разница да кто и как рисует лучше тебя или хуже вот мы уже определились да что мы хотим рисовать мы покупаем себе какой-нибудь крутой планшет на вороты последние компьютеры там 10 себе мониторов и нам кажется сейчас мы сядем за компьютер и у нас все будет очень здорово и мы сделаем какой-то шедевр и вот мы вдохновившись ну каким-нибудь там компьютерными играми кого что вдохновляет кинофильмами да посмотрели варкрафт последний смотрели какие там офигенные орки мы садимся за компьютер и вот вот сейчас будет у нас шедевр мы садимся пыхтим час второй в итоге ну на 3 нас не хватает мы смотрим на работу этот вложенный труд тот энтузиазм который мы вложили в эту работу нам создает впечатление что мы создали нечто такое близко к шедевру но когда мы показываем другим на работу обрушивается шквал критики и тогда как нам что вы гоните даму я столько работал над этой работой и ну не может быть это быть плохо да но где-то подсознание у нас скребется что что-то все-таки не так мы копаем тему глубже и находим там уйму понятий которые ну такие как примеру как там свет тень тонна фактура анатомия и прочее вот этого просто голова взрывается что мы мы подходим к моменту что все таки нужно как-то с чего-то другого начинает что мы начали не совсем с того с чего следовал бы но когда нам говорят нужно рисовать кубики там шарики натюрморт и это как-то не совсем то что мы хотели на мы же хотим компьютерные игры там классные там орков там прочего да но правда такова что вы не сможете перейти на такой уровень до сложных объектов не пройдя все вот эти вот этапы то есть если мы будем сопротивляться и пытаться ну как-то вот учиться на сложных объектах мы просто будем буксовать но это неизбежно подойдя к моменту да к тому что мы должны учиться мы встаем перед выбором учиться самим или все-таки нам обратиться ну к наставникам или искать наставников или может быть идти в группу да какие плюсы и минусы да если мы будем самостоятельно учиться да в этом есть свои плюсы но это сложнее дольше например кто-то получает удовольствие от поиска информации это тоже в этом есть свой кайф и для некоторых это лучший вариант но некоторым некоторые предпочитают получить уже концентрат информации до сразу уже не наступать на подводные камни дампа обойти и сразу получить какие-то проверенные вещи и они обращаются к наставникам но опять же этот вопрос он двояки да можно найти наставника который будет вас учить индивидуально что сейчас довольно сложно в этом и какой плюсы индивидуальной подготовки наставник будет все силы всю энергию вкладывать вас только и ну концентрироваться на вашей работе если мы участвуем в группе да разумеется все внимание наставников она будет рассеиваться на всех и информация будет довольно сухой такой сжатой да ну более обобщенный вот но каждый выбирает сам по себе как кому удобно и ну я бы посоветовал все-таки наставника потому что самостоятельный путин долг и это время более полезно можно использовать мне с этим повезло то есть я учился у популярного художника а лео хао с какими проблемами еще сталкиваемся главные проблемы до в том что мы пытаемся охватить все и сразу это невозможно то есть мы пытаемся сразу нарисовать хорошо и вот этот вот шквал понятия которые на нас обрушился изначально нам кажется да как это можно сразу все воплотить от этого ну поэтому и рисует сначала простые объекты то есть этот там куб ну я буду образно говорить и кубики шарики но это неважно там можно какие-то другие для себя выбирать более интересные объекты но при этом это не будет персонаж когда где нужно анатомия и все поэтапно рисуем шарики грубо говоря до шарики потом переходим на натюрморт и неспроста в художественных классах так и начинает и потом упрощенная форма человека на брубовка потом переходим на анатомию потом переходим на натуру все поэтапно все по ступенькам вверх и когда мы вы выставляем свои работы ну на общее обозрение мы сталкиваемся с критикой и это тоже такой момент люди по-разному относятся критики кто-то не переносит ее вовсе это плохо да это мешает когда вы учитесь у наставника да то есть этот момент нужно отметать если вы выбрали уже обучение ну с помощью до наставника то следует все-таки гордость свою засунуть куда подальше иначе это будет просто мешает но есть критика которая она может быть вроде бы объективной но вам навязывают к примеру свое видение там допустим композиции или персонажки да ну вот вы такой дизайн хотели или вот вы именно это хотели нарисовать и вам не технические моменты пытаются править а какой-то идейные да я думаю не на все нужно обращать внимание критика бывает разное бывает кто-то просто самоутверждается за счет вас это тоже нужно научиться отсеивать и не принимать все абсолютно близко к сердцу это будет только мешать также сталкивается до люди вкладывают много сил свои там первые работы работают над ними долго и когда все-таки приходит осознание что что-то не так да приходится это править оправить очень жалко и в основном зачастую какие-то моменты они оставляют ну так пойдет и этот большая ошибка не нужно бояться править не нужно жалеть себя и и следует делать то что вы не умеете то есть стараться ставить задачи такие где вы еще что-то не пробовали иначе ну прогресса вы не дождетесь ну это вариантов нет принципе в целом по проблемам основным я наверное прошел сюда мы можем перейти к каким-то вопросам или к частным техническим моментам да уже как создаются работы вот и до какие способы лучше если вы будете задавать вопросы чтобы меня натолкнуть и я бы развивал дальше эту тему может быть ребята с чата это будет делать а кстати да я хотел ведь я да я заговорился на самом деле я хотел пустить видео и я именно записал speed paint в принципе она не очень длинная поэтому и я мог бы потом эту работу просто продолжить порисуем что нибудь ну и так понятно что там ксюшу есть у кого-нибудь вопросы где нибудь хорошо сейчас придумаем что поговорить значит скажу как я работаю сейчас вернее как я работал раньше до долгое время я работал ну во первых программа была пейнтер в пейнтере я рисовал потому что в пейнтере рисовал мой учитель и нам было так удобнее ну чтоб общаться на на равных да начинала я с лайна с грубого лайна затем всегда по-разному до от сложности работы этот line может чередоваться несколько слоев ну то есть мы делаем грубый line потом уточнение потом это может быть еще одно уточнение и у нас такой контурный рисунок получается после чего мы создаем слой снизу как я работал до наносил основной тон цвет и и какие-то уточняющие моменты уже более объемные больше объема придавал форме затем когда все точнее и точнее и затем переходил на слой выше уже выше контурного слоя и в общем-то продолжал детализировать но сейчас я попробовал для себя стиль вот как вы видите да это от пятна то есть это грубый такой набросок что мне в в этом в этой манере нравится то есть здесь некое теряется ощущение рамок то есть вот когда мы лайном пытаемся аккуратно делать нам потом жалко выходить за эти рамки потому что мы в это уже вкладывались когда рисуешь от пятна это довольно таки быстро получается и рисунок получается более свободный и не жалко править когда это буквально там за несколько секунд сделано этих таких набросков можно сделать кучу мы ищем контуром мы ищем определенное положение до если мы делаем это фигуру какую-то и подобная техника так она наверное мне ближе тем что она напоминает более живописный способ то есть фактически мы кистью работаем мы не делаем рисунок как бы карандашный это мой эксперимент я периодически экспериментирую нахожу для себя какие-то новые методы сейчас пока работаю так с недавнего времени у меня слов на все это видео не хватит давайте я помотаю на фотошоп в принтере я использовал только кисти в основном и фотошопе использовал прочие инструменты до для правок там света тени тона цвета и каких-то корректировок формы до фиг поэтому постоянно перекидывать я подумал попробовать то же самое делать но фотошопе то есть я фотошопе пробовал работать контуром и особо не знаю такой принципиальной разницы я не заметил на результатах своих работ то есть по по стилю они не очень как мне кажется не мне наверное судить по времени по времени это быстрее то есть когда у тебя инструменты под руками тебе не приходится это перекидывать плюс горячие клавиши которые там под себя подстроил это ускоряет процесс это на самом деле вот удобно то есть сейчас у меня на самом деле цель такая помимо творческих задач которые я еще пока вижу куда мне двигаться я я стремлюсь ускорить рабочий процесс чтобы какие-то моменты просто отошли на задний план чисто технически вот это работа я не знаю сейчас саня там в сети нет работа меня друг долго троллил мы вроде как забили сделать персонажи из mortal kombat я долго все у меня руки не доходили он это было хорошее почтво на троллинга менях я постарался избавить себя от этого и решил сделать спидпейнт вот на эту тематику есть там вопрос на рабочие будни ну сейчас я кайфую в отпуске ну обычно да когда работа в общем-то а да ну работаю я дома мне с этим повезло мне так удобнее на самом деле я разговаривал с людьми не всем удобно работать дома то есть некоторым нужна рабочая атмосфера чтобы был офис что было как бы обязательное время когда ты приходишь ну для меня это обязательное время но ну я сам себе его устанавливаю то есть я просыпаюсь по своему какому-то графику который установил для себя стараюсь ему следовать чтобы все успевать в общем-то в общем-то работа где-то у меня в целом в день восемь часов остальное время на свои дела бытовые какие-то моменты то есть что здесь говорить я не знаю особо то же самое что если бы я поехал на работу но тратил плюс время на проезд я считаю что в этом огромный плюс ну я уже привык уже три года так работаю комфортно что а у меня нет а домашние дела домашние дела я могу и сам построить когда мне их делать когда ими заниматься а домашние люди у меня нет никого никого нет я один проживаю никто мне не мешает тараканы если только я их не ну я их не вижу да китайцы китайцы это секрет они прячутся под полом и работают когда не работаю я а я очень сильно просит показать сердечко как сердечко а фрусил не не кто-то и наш не шепники и сейчас спрашивают как оставаться таким красавчиком что как оставаться таким красавчиком Ну, ты на 50 лет, я не знаю. Оставаться, да? Я не знаю. Сколько лет? Ну, явно не 50. Это сколько? А, кстати, сколько там? Сколько лет? Да. Ну, 25 лет. Класс. Что? Ты 50? Когда ты этим говорил, как становиться таким простым человеком в твоем возрасте? Нет, ну, на самом деле, не знаю, как отвечать на этот вопрос. Вообще это как-то... Это надо сейчас признать, да? Это надо признать, да, что я такой, это будет не очень скромно, наверное. Кстати, а есть кто-то, кто хотел бы научиться рисовать, но никогда еще не пробовал? Ну, то есть вы пришли, просто вот вам интересна эта тема. Потому что кто-то руки не поднимал, я помню. Рисовать вот так. Интересует цифра, потому что так я рисовать умею. Ну, на самом деле, в этом проблеме особо нету, то есть, ну, вот какой вопрос возникает в этом формате? Нет, я могу громко говорить. То есть, интересует цифра, то есть, в чем работать или с чего начать, вы пробовали? Да, в чем работать, как вообще к этому подойти, с чего там начать, может быть, уходить. А, да, кстати, вот есть момент важный такой, да, многие, кто начинает работать в цифре, соблазняются, используют... Ну, вот вы говорите, что вы умеете рисовать, да? Некоторые, кто подходит к этому вопросу, сразу начинают там в цифре, да, никогда не держа карандаш. Вот этот момент довольно важный, потому что люди соблазняются на фото баши, прочий там читинг, да, и тормозят свой прогресс тем самым. То есть, важно сначала уметь, в принципе, рисовать, но если вы умеете, вам просто держать в руки стилус, и все, в общем-то, да, у вас знания определенные имеются, но всегда есть куда расти правильно. Ну, допустим, в программах я вообще не профи, кроме корала, наверное. Вот, корал пейнтер, да, я работал изначально, я его не знал абсолютно, то есть я брал просто две кисти, которые у меня... Ну, тоже, да, слепую, просто открыли, начали в нем работать, и уже сами, ну, уже это самообучение, то есть сами осваивали. Ну, знание инструментов, оно ускоряет процессы, ну, то есть изначально все равно должно быть какое-то знание законов, да, художественных. То есть, даже если мы начинаем, там, да, мы пришли к тому, что мы видим, как фото-баш, это делается быстро, там, посмотрели у кого-то. Ой, как здорово, там, кто-то на фильмах там работает, и все это быстро получается, и красиво, и здорово. И нам кажется, о, сейчас мы фоточки там налепим, у нас будет все здорово. А без знаний, там, основ, там, воздушные перспективы, там, композиции и прочего, то есть нужно это все понимать и изучать ранее. Потом ты делаешь, что проблем нету, мы понимаем, узнаем, и умеем. Фото-баш я, ну, приветствую только в том случае, когда уже есть определенные знания, и просто это нужно ускорять рабочий процесс, когда на работе требуется сделать быстро, да, и детально, качественно, тогда да. А когда в процессе обучения мы начинаем читингом заниматься, то это идет только во вред, мы теряем драгоценное время, за которое мы могли бы чему-то научиться. В корле? А корл пейнтер вы имеете? В дрову. В дрову, нет, ну, дрову это векторная графика, это не совсем то, но это есть определенные направления, да, там, стили изображения, да, они более мультипликационные, наверное, такие стилизованные. В корол, да, делаются такие вещи, но вот мазюкать так не получится, ну, никак. Ну, фотошоп, наверное, все-таки такая она популярная программа, много уроков по ней. Я, в общем-то, и не скажу, что я его хорошо знаю, я почти по тому же принципу, что и в пейнтере, да, беру одну, там, две кисти и пробую. Сейчас просто экспериментирую разными кистями, мне нравится, как там эффект, там, может быть, холста или еще что-то. Ну, это так, просто, чисто в целях эксперимента. Лева Хаутя спрашивает, опять в отпуске? У меня еще много. У меня еще осенью. Никита спрашивает, я вижу, что на спидпейнте Андрей начал силуэту, всегда ли в начале следует такой этап? Да, у меня да. Но это, на самом деле, удобно уловить какой-то... Ну, это всегда удобнее, потом просто прокладываешь свет тень, тень получается. Вот, честно скажу, мне от контура, ну, мне нравится, как выглядят контурные рисунки. Мне доставляет это удовольствие. Но я просто в качестве эксперимента, да, я попытался поработать какое-то время от пятна, и нашел в этом тоже какие-то определенные плюсы. То есть там мне удовольствие приносит здесь, мне добавляет какой-то скорости, какое-то чувство свободы. Для меня это тоже немаловажно. По поводу силуэта, да. То есть силуэтом можно определить уже изначально форму. Ну, то есть уже себе представлять, как это будет, когда мы начнем объем придавать. То есть у нас есть основа, да, это силуэт. Вот мы там, например, если кто-то, ну, видит, как я рисую, да, там не увидит, как проходит рука, допустим, если она перекрывается силуэтом. Но в голове мы держим, ну, свою задумку, главное, чтобы нам было понятно. В силуэте не все видно, конечно. Через контур там больше вещей, деталей можно показать и сделать конкретно. Я говорю, что контур сам по себе, он создает некие рамки, из которых мы уже потом не выходим. Ну, выходим, если уж совсем все плохо. Какой монитор посоветуешь? Глазам даешь отдохнуть? Зарядка глаз или еще что-то? Спрашивает Влад. Я не все, наверное, услышал. Повтори, пожалуйста. Какой монитор посоветуешь? Глазам даешь отдохнуть? Зарядка глаз или еще что-то? Ну, какой-то правильный вопрос, но я все... Всего этого не делаю. Это надо делать, это полезно. Я все себе зарекался, что начну, но так и не дошел. Я имею в виду, да, зарядки глаз. Я... Мне люди говорили, которые, собственно, им помогало это, да. Ну, вот я не доберусь. А по поводу монитора, ну, у меня стоит Mac, но мне нравится, какую картинку дает Mac. Ну, то есть я на нем не работал, но мне очень хочется. Возможно, я когда-нибудь доберусь, приобрету себе. Не знаю. Ну, то есть вот мне нравится, как выглядит моя работа именно на Mac. То есть она дает сочную, четкую картинку. Настраивает Mac мне, лень я там как-то... Насколько у меня это получилось сделал. Но я думаю, всегда на другом мониторе она иначе выглядит. Ну, глаза не сильно устают. То есть смягченные такие тона. Если делать контраст, обычно устают когда? Когда сильный контраст света тени. То есть черный насыщенный, насыщенный белый. Тогда да. Отдыхать можно, конечно. Но я не отдыхаю. А какой физической нагрузкой занимается Андрей? Сидением на стуле, движением стилуса, руку качаю. Да нет, хожу. У меня на самом деле мне повезло. Я нашел квартиру удобную. У меня спортзал на первом этаже. И, в общем-то, очень удобно экономить время на дорогу. Периодически занимаюсь. Есть смысл бумажный лайн как основу использовать? Что еще раз? Есть ли смысл бумажный лайн как основу использовать? Бумажный лайн? То есть сделанный на бумаге, да? Да почему нет? Некоторым просто удовольствие заставляет живыми материалами работать. И это здорово. Я сам так делал на самом деле. И удобно. То есть можно работать вне работы. Ну, если это позволяется. Ну, в моем случае, да, например, моей работой является дом. Я могу там сел в кафе где-нибудь или, неважно, в парке. И накидал какой-то набросков или несколько, или один хорошо сделал. Потом это просто переносишь. Там от пятна, конечно, уже как-то, ну, не знаю, глупо, наверное, работать. Вот, потому что делается гораздо быстрее. И глупо это делать на бумаге, именно пятнами. Потому что плюс именно от пятна, то, что это быстро можно стереть и прочее. А здесь стерка, это немного несподручно. А лайн, он просто сам по себе удовольствие доставляет. Чего Андрей хочет в будущем? Планирует ли работать на себя? Да, это, наверное, в идеале, на самом деле. Ну, когда-то работать на себя. Но, ну, пока четкого плана на этот счет у меня нет. У меня план именно развиваться творчески. Сейчас мне, как и с самого начала моего обучения, также интересует вопрос, как делать, а не что. То есть мне, я считаю, что есть еще, что найти именно в технических моментах. И я занимаюсь этими поисками. Мне сейчас это интересно. Что конкретно рисовать, для меня меньшее значение имеет. В дальнейшем мне бы хотелось перейти когда-нибудь в формат все-таки преподавания. То есть есть определенные знания, да, которые хотелось бы донести. И это не уложиться там в какую-то одну лекцию, да. Это нужно будет контролировать. То есть, чтобы учить рисовать, это вот недостаточно одной встречи. Это нужно периодически контактировать с людьми, смотреть, что они делают. И наглядно уже показывать, что править. Идеально было бы это делать вживую, не удаленно. Но это пока так, в формате мечты. Как это во что серьезно перерастет, я уже не знаю. Антон спрашивает. Если учиться рисовать самостоятельно, с нуля, в домашних условиях, может быть, посоветуешь какую-то последовательность действий, литературы, выстраивание распорядка дня и занятий и тому подобное? Ну, распорядок дня – это чисто индивидуально, в зависимости от ваших личных дел, да, и приоритетов, что у вас на первом месте, там, семья или, там, не знаю, родные, там, домашние животные. Как выстраивать это вам беднее, но именно технический момент. Вообще я бы рекомендовал, ну ладно, раз уж вопрос в формате самообучения, понимание хорошо дает рисование с натуры. Это обязательный формат, поскольку у нас визуальный ряд, изначально он довольно скуп, мы не можем изъять из головы, да, и если еще не насмотрелись, не нарисовались, да, того, что вы видели, мы не можем сесть и нарисовать что-то реалистичное, используя только то, что мы когда-то видели, то, что у нас осело в голове. Этого недостаточно, нужно практиковаться, рисовать с натуры, и только тогда будет достаточно быстрый прогресс. И это, я говорю, ну, это касается и персонажей, то есть людей, я имею в виду, это тоже очень важно. Если с научной точки зрения, да, то изучение анатомии нам не позволит натура, да, понять полностью, как устроено тело, поэтому есть определенная литература, да, рисуя даже с натуры человека, было бы неплохо, если бы у нас где-то рядом лежала книжечка, там, с анатомическим строением, чтобы мы понимали, где там, да, какая форма должна, по идее, ложиться, там, и так далее, нам легче это представить в объеме. Но это если говорить о людях, если вы недостаточного уровня, не следует торопиться переходить на этот уровень, да, лучше порисовать какие-то простые предметы, натюрморты или прочее. И не обязательно там, да, это кого-то может угнетать, что натюрморты это очень скучно, это неинтересно, мы хотели там эльфов рисовать или кого там еще, но ведь можно натюрморт, во-первых, сделать интересным, ну, то есть там разнообразие фактур каких-то, не знаю, там, каску, там, оружие какое-то положить, и изучать металл или там топор, воткнутый в бревно, ну, это какую-то сделать интересную композицию, и на самом деле очень вдохновляет, когда это получается довольно реалистично, когда мы изображаем то, что видим, чуть ли не фотографически, это здорово, то есть это приходит с этим пониманием, это завораживает. Мы же как начинаем? Мы начинаем, беремся за стилусы, когда мы насмотримся на крутые картинки там из компьютерных игр, нас это, как бы, вдохновляет, да, и мы начинаем рисовать то же самое, но эти персонажи, они появляются спустя долгого изучения вот этих простых предметов или долгого мучения, топтания на одном месте именно персонажки, то есть нам все равно придется вот эти моменты изучить, там, как ткань, складки ложатся, как металл блестит и прочее, нам все равно простые, простое понимание должно быть, вернее, понимание простых вещей, поэтому это неизбежно. Что-то я далеко от вопроса ушел, да, наверное. Ладно. Все? Да, да, задавай. Юрий спрашивает, начинать стоит с подражания, то есть перерисовки? На мой взгляд, именно с рисовывания, но оно какой-то дает ответ на какие-то вопросы, я думаю, по большей степени технический, то есть стилистический, но насколько это дает понимание, например, ну, допустим, мы изучаем фактуру и пытаемся эту фактуру снять с какого-нибудь художника, да, тут тоже вопрос выбора стоит важный. То есть если мы в начале пути, у нас еще не сформировался до конца вкус, и мы начинаем ориентироваться на те работы, которые просто лучше нашего, но не хороши сами по себе, ну, то есть довольно низкого уровня. Вот. И это может быть, ну, ложный вектор, направленный, как бы, в заблуждение. И вот это опасный момент, на самом деле, нужно правильные ориентиры для себя выбирать и ориентироваться, возможно, сразу на высокий уровень какой-то, да, например, там, ну, я не знаю, я отталкивался не на современных художников, а на наших классиков, то есть смотрел эти работы, потому что там довольно высокий уровень реализма. Вот. То есть ставить сразу себе, ну, высокую планку и уже находить ответы именно в этих работах, чем пытаться найти правильные ответы в неправильных работах. Я опять, наверное, ушел от вопроса, да. Но я увлекаюсь немножко. Значит, вопросы интересные. Так, следующий. Как друзья, родственники отнеслись, когда заявил, что хочешь посвятить себя рисунку? Спрашивает Андрей. Как-то из дома. Да нет. Не, на самом деле, когда узнали, что я, ну, я вообще не знаю, когда об этом узнали, что я люблю рисовать в детстве где-то, но отдали меня в художественную школу, и, в общем-то, я успешно вроде ее закончил. Там, на самом деле, 4 класса всего было, и меня тогда взяли в возрасте, когда еще не берут, то есть мне мало лет было. Ну, какое-то исключение сделали для меня. Вот. Я проучился 4 года, а потом, к моему большому сожалению, это дело немножко оставил. Пошел учиться на повара. Проучился 4 года, ничему так и не научился. В итоге решил этот момент исправить. И поступил на дизайн в университет. Ну, меня привлекало что там. Мне сам по себе дизайн меня не интересовал. Мне нравилось то, что там много рисовали. Собственно, это главная причина, к которой я пошел. А потом я вот с Лео Хау познакомился, попал в индустрию с его помощью. Родные все только за, потому что у меня, ну, мама начинала когда-то рисовать. Ей отбили желание в школе еще, наверное, заставляли стенгазеты. Она хорошо рисует, но желание ее заниматься этим именно пропало в школе. Отец тоже долго рисовал. Ну, то есть как-то довольно-таки творческое начало у меня. Именно с родителей, наверное, началось все. Да, да. И меня заставляли точно так же. И я, глядя на маму, да, думал, что мне такая же судьба готова. У меня, кстати, это не отбило желание никакого стенгазета. Нет. Так, и у нас вопрос от Сергея. Может ли Андрей дать какие-то рекомендации по поводу палитры, чтобы не было цветового месива, и в то же время объект выглядел живо, а не пластиком? Эффект пластика дает абсолютно не палитра. То есть вы пластик можете умудриться сделать и черно-белым. Палитра влияет, ну, палитра влияет на атмосферу, да, насыщенность цветов, как правило, она может ввести более, несмотря на то, что у нас реалистичные формы, она может ввести в какой-то мультипликационные цвета, да, довольно насыщенные. А палитра у меня в конце моей работы, она все равно меняется. То есть я корректирую, делаю настройки цвета, и изначально то, что как я начинал, оно очень сильно меняется. Потому что вообще я считаю себя больше, наверное, графиком, я воспринимаю тоньше, чем цвет. И цвет уже просто потом догоняет. Когда при детализации довольно сложно уловить, удержать именно цветовую правильную гамму. Ты делаешь примерно, да, как ты понимаешь, там, ну, даешь задаток цвета, который потом чуть-чуть можешь подкорректировать. Сразу этого невозможно. Я бы хотел, потому что у меня, ну, в дальнейшем планы все-таки когда-нибудь добраться до масла, а там, как бы, ошибок уже не прощает. Ну, то есть поверх можно мазать, но там уже нету таких инструментов, как в фотошопе. Или все, накрощено. Ctrl-Z не нажмешь уже. Высохнет, его счистить можно, смеется. Ну, нет, это же просто уничтожение, ну, то есть того, что сделал, да, или поверх там намазать. Я имею в виду, нету шаг назад, не нажмете вы там, ну, то есть вы просто переделываете. Ну, то есть уже не почитеришь. И хочется уловить цвет, цвет и сразу такие моменты, что, ну, там же не правишь, чтобы поверх уже мазать. Я так надеялся, что Саня будет в чате, чтобы он увидел этого Скорпиона. Вопрос от Руж. Как часто рисуешь с натурой сейчас и раньше? Работает ли анализ натуры на текущем уровне скилла? Как и на начальном? Что на начальном? С натурой рисуешь или нет? Ну, ладно, понятно. С натурой сейчас не рисую. Если только не учитывать натуру в качестве себя самого, то есть когда стоит задача персонажа нарисовать, и нужно определенный, ну, сложный какой-то характер придать, то, опять же, не хватает картинок в голове. То есть мы можем нарисовать кучу всяких вариантов, но то, что мы придумали, например, физически невозможно, там, да, скрючится как-то. Вот. И все равно начинаешь на себе это проверять, если немножко становится непонятным, да, то есть из головы не получается перенести этот характер, то, да, используя фотографии, но фотографии себя. Даже было дело, женский образ рисовал себя. То есть как-то приходилось позы пытаться подстраивать. Ну, тут вопрос заключается больше в том, насколько большая разница между тем, что раньше рисовал, насколько пользовался натурой, настоящей и сейчас. При использовании натуры? Да. Вообще не знаю, четкой границы я этого не вижу. Я вижу четкой границы тех работ, которые до Лео Хау были. Вот. У меня просто рука не поднимается их открывать и смотреть. Мне очень больно на них смотреть. И мне и вовсе рука не поднимается показывать их, ну, на людей, да. Хотя вроде как бы надо показать, ну, вот разницу, да. Ну, вот не могу я пока переселить себя. Ну, иногда можно посмеяться. Да не смешно мне, кстати. Я, например, работаю с художки, там, не знаю, первый класс. Меня так настроение поднимает, что я не такой ноль, как была раньше. В смысле, свои работы посмотреть? Ну, я с художки-то смотрел, да, с художки там совсем все плачевно. Ну, как кажется сейчас. Хотя это как-то довольно-таки строго, да. Ты смотришь в себя, там, не знаю, 11-летнего и начинаешь себя критиковать. Чего же я такой неудачник. Ну, у нас Валентин спрашивает. А есть вариант менторства в плане обучения? В смысле, с моей стороны обучения? Да я бы хотел. Просто я, на самом деле, мне хочется, ну, если заниматься обучением, то мне хочется вкладываться в это максимально, чтобы и был результат максимальный. То есть, как я работаю в своих работах, мне, то есть, требует от себя много. Мне также хотелось бы вкладываться и в обучение. Но если я начну этим заниматься как второстепенным чем-то, да, оно и результат хороший не даст. Да, кому-то, может, что-то поможет. Но мне личного кайфа, например, ну, я немножко с эгоистичной стороны, да, то, что если я бы преподавал, то я рассматриваю это как личное достижение, да, личный скилл в преподавании, да. То есть, мне хочется, чтобы тот, кто меня слушал, да, также, ну, поднял свой уровень. То есть, а бы как дать что-то знание, несмотря на то, что, да, даже если за это деньги, тем более, если за это деньги брать, то хотелось бы максимального результата. А в это надо вкладываться очень сильно. И я пока временем не готов, если только короткими пробежками на отпуска. Сергей задает вопрос. Как преодолеть отсутствие координации между глазом и рукой, когда рисуешь с помощью планшета? На бумаге такой проблемы нет. Слушай, интересный вопрос. Я даже не задумывался никогда. Я не знаю, это, наверное, как-то интуитивно получается. Вообще, я немного отстраненно сейчас отвечу, даже не на этот вопрос, просто у меня всплыл момент один. Я заметил, что многие, кто переходит с уровня, ну, скажем так, начинающего, или там чуть-чуть уже приобретя опыт, переходит на персонажку. И я заметил, как начинают фигуры строить геометрически. То есть, создавая им объемы, там, ну, глубину, да, это полезно. Но когда это врастает в привычку, рисуя, пытаясь нарисовать уже полноценный арт, позы и движения и прочее становятся более деревянными. То есть, как-то скованно, и эта скованность, она ощущается. И для себя, да, ну, решение этой проблемы я нашел именно на определенных стадиях не думать вообще об анатомии. Ну, то есть, есть определенные в голове пропорции, там, длина руки, там, расположение головы, там, ну, общие такие моменты. И все. То есть, там, как там рисуются дельты или там бицепс, да, есть определенное представление, но это врисовывается все потом. То есть, не строится изначально, в моем случае. Попробую сейчас ответить на вопрос. Наверное, все-таки это с опытом приходит. Если вы сели на планшет недавно, да, ну, существуют определенные проблемы, но если у вас в карандаше нет никаких проблем, то через время вы привыкнете просто к стилусу, и будет все хорошо. То есть, не нужно переживать, наверное, на этот счет. Если только это не длительная проблема, которая не решается. Ну, хотя я не верю в это, это вряд ли. Просто ко всему привыкаешь. Ну, да, ну, синтик тоже, ну, опять же, оно привязывает, оно обязывает. Ну, как бы не везде синтики есть. Тоже, ну, хотелось бы, вот мне бы, меня бы мучило то, что у меня не получается на планшете. Я бы взял и рисовал, несмотря на то, что у меня не получается. Рисовал бы на планшете просто, чтобы поднять скилл в этом. То есть, просто пробиваешь. Это вот все равно, что в рисунке делать то, что не умеешь. Рано или поздно ты этому научишься. Вода камень точит. У нас такой интересный вопрос от Юлевич. Рисование с натуры, это именно пленеры или натюрморты тоже пойдут? Ну, это не имеется в виду, что я рисую, это имеется в виду как совет, да? Ну, это ведет продолжение темы рисования с натуры. Вообще, ну, разные вещи пейзажа и натюрморта. На натюрморте более важны моменты именно формы. Пейзажи, они оставляют простор, свободы. Вы можете немножко симпровизировать, учитывая просто основу картинки. Ну, то есть, то, что вы видите перед глазами. И как-то импровизировать, немножко изменить форму. И никто об этом не узнает. Там дунул ветер, немножко дерево изменилось, да? То есть, это моменты, они не такие принципиальные. Главное в целом, чтобы картинка сложилась. А в натюрморте уже есть как проверить. Мы посмотрим на натюрморты и видим, что форма, что там, не знаю, там, бревно не той формы, там, неправильный ракурс или еще что-то не лежит на столе, но это все легко проверяется. Поэтому зависит от того, что вас интересует. Если это именно вы пейзажист, вам нравится фон рисовать, потому что художники тоже подразделяются на разные сферы, так сказать. Есть те, кто рисует фоны, вот им будет полезно пейзажи, какие-то новую атмосферу поизучать. Именно на натуре это здорово, особенно. У меня излюбленное, скажем так, состояние в природе, это вот когда грозовые тучи, и на закате освещают какие-то здания, оно аж светится на этом темном фоне. Вот я люблю это состояние. Ну, а в работах часто у меня мелькает такое некоторое закатное ощущение. То есть где-то солнце такое теплое и дает холодное в тени. А, кстати, по поводу теплого и холодного. Тоже многие начинающие воспринимают, ну, даже походят в художественную школу, да, им говорят, там, тень холодная, свет теплый. И они воспринимают это буквально. То есть, ага, холодный цвет, это у нас синий, да, теплый у нас там, красный, желтый. И начинают молевать, да, на свету у нас там такие насыщенные горячие цвета, а в тени наоборот холодный. А потом задаются вопросом, а почему у меня так мультяшно получается? На самом деле именно проблема в этом, потому что не нужно воспринимать это буквально. Холодный, это подразумевается относительно. То есть мы можем использовать два цвета желтых, которые один просто будет холоднее другого. Если мы этот момент начнем чувствовать, то вот это вот ощущение мультяшности мы погасим. Или, например, я заметил, ну, у меня тоже какое-то время держалась такая проблема. Я посмотрел, что во многих, ну, современных даже работах теневые части, они более обесцвечены. Ну, то есть есть определенная доля насыщенности, но относительно освещенных мест, ну, допустим, вот у меня на этой работе, да, которая уже все, подошла к концу. Вот. Фон у меня вроде бы и дает холодный оттенок, но оно довольно близко к серому. И ярко-желтое пятно здесь, да, освещено, дает определенный акцент и обращает на себя внимание. Ну, работа не дрессована, она еще будет детальками обрастать. Но принцип, он как бы понятен, да, и вот на этом контрасте и работает вот этот вот акцент. Вот. У нас как раз есть по цвету несколько вопросов. Да. Андрей, скажи, как и на каком этапе ты решаешь вопрос источника света, их расположения и их качества, чередования холодный, теплый, жесткий, мягкий, яркий, тусклый, а также цветовых схем, дополнительные цвета и так далее? Никогда не пользовался цветовыми схемами никакими. То есть это интуитивно все получается. Я просто определяю для себя изначально, ну, стараюсь определить, это иногда меняется, что у меня будет контрастировать. То есть либо главный объект будет холодным, например, а фон более теплый. Опять же, это, ну, чтобы не сильно контрастировало по насыщенности цветов. То есть насыщенность и, скажем так, яркость – это разные вещи. Ну, то есть контраст – это совсем… это тональная формулировка цвета, да. А насыщенность – это именно насыщение цвета. То есть его, как по-другому сказать, насыщенный цвет, да, это совсем иная вещь. И вот этот момент просто интуитивно, да, именно смешение цветов точно так же получается. Я просто пробую мазнуть какой-то цвет, если он создает некую грязь в комбинации с другим, не делает какие-то мягкие переходы, значит, этот цвет не подходит, и просто его меняем, ну, там, другой какой-то близко лежащий по спектру. Возможно, если понаблюдать за некоторыми моими работами, я, ну, в последнее время, по крайней мере, я частенько использую такие фиолетовые оттенки. Фиолетовый – довольно удобный цвет, потому что от него можно перейти и к холодному, синим, он такой пограничный, и к теплому, там, красному, и от красного уже в желтые тона. И это очень так, ну, облегчает ситуацию. Иногда иду другим путем. Поэтому схемами никакими не пользуюсь, и вообще, ну, не знаю, мне это как-то мешает. То есть меня интересует, главное, создать форму, определенную атмосферу именно в графическом варианте. Просто цвета такая побочка у меня, скорее. Нужно решить, у меня основная задача именно в тоне все решить. И как раз вопрос по тону. Как великолепный Андрей предпочитает работать от темного к светлому и с теми к свету? Спасибо. Спрашивает Никита. Ну, излюбленный вообще ход — это именно от темного к светлому. Ну, иногда это мне, вернее, вот я эту проблему для себя заметил недавно. То есть когда я работаю от пятна, я зачастую использую прямо черный цвет. Вот как в этой работе было в начале, да? Я силуэт создаю черный, и этот черный, он мне потом давит очень сильно, ну, мешает. То есть мне нужны переходные моменты, и я в этом случае начал заполнять именно, ну, какими-то средними тонами, чтобы не потерять акценты основные, то есть в определенных местах, где тени там, ниточные тени, допустим, они более насыщенные, чтобы они не терялись в общем тоне. А так вот мне больше нравится, когда светлое пятно на темном фоне. Хотя я это за собой часто наблюдаю, и просто принципиально мне хочется от этого отойти. Ну, то есть я какую-то работу, возможно, сделаю на чисто белом фоне. Ну, то есть, может, тональное решение. Или на более светлом. Ну, есть такая задумка в голове. Леша Мельников спрашивает, 3D-то когда уже попробуешь? 3D? Да. Да я зарекался, и, по ходу, зря. 3D, наверное, еще не скоро. Ну, я бы, наверное, занялся 3D, если бы и знал, что вот добрался до определенного потолка в 2D, и мне там, ну, нечего больше решать. Я не могу ничего сдвинуться, да. Мне либо там обращаться куда-то, к кому-то, или там самому искать, пробивать головой эту стену, либо просто немножко отойти от этого, да, как бы отдохнуть и там полепить его. Но мне пока интересно 2D, и мне не хочется размениваться. Нужды в этом профессионально пока нету, я имею в виду там по работе, да, не требуется. Не вижу сейчас смысла тратить на это время. Но хотелось бы. У меня были задумки. И, наверное, именно в те моменты, когда мне казалось, что я не застопорился. Но потом вот нашел ходы. Сергей спрашивает, смотря на свои старые работы, какие эмоции? Ну, тошнить начинает. Да не знаю, больно на них смотреть. И я, как вначале рассказывал, да, вот вложенные силы, которые ты вкладываешь изначально в свои работы, они создают впечатление, что вроде все нормально. Хотя я довольно считаюсь самокритичным человеком. То есть, ну, мне не жалко поправить. У меня были работы, которые я просто долго мусолил, потому что мне что-то не нравится. А что именно, я не знаю. Но он пытался искать сам. Но это еще было знакомство с Лео. Вот. И были работы, которые могли просто там на пару месяцев там лежать. Там иногда я к ним возвращался и снова мусолил. Переделывались там, я не знаю. Одна работа, я помню, наверное, раз пять я ее переделал. Ну, композиция не меняется, а просто вот фактура меня не устраивает. Там освещение, еще что-то, какие-то моменты. Ну, не давала мне покоя. Вроде бы там в целом нравится, но вот что-то не то. И она меня мучила долго. Юрий Паршин спрашивает. Как оценить свой процесс и выбрать правильный вектор развития, если наставника пока нет? Ну, в любом случае, если нет наставника, нужно определить для себя, наверное, тех художников, которые нравятся, ну, чьи работы нравятся. Да, если есть возможность спросить советы или направления, ну, как-то, чтобы направил человек, то именно так и сделать. Если же нету, то пытаться изучать его работу. То есть, каким образом он добивается определенных результатов. Но если вы копируете, например, его сложную работу, такая длительная достаточно, то она отнимет у вас много энергии, а сразу на все вопросы вы не ответите. То есть, я бы порекомендовал там начать фрагментально что-то вырывать, какой-то интересный момент из работы, да, и попытаться технически к этому приблизиться. Ну, в большинстве случаев, на самом деле, если говорить о технике исполнения, я думаю, что всего лишь навсего на это влияет больше, наверное, инструмент. То есть, в фотошопе кто какую кисть использует. Вот мы посмотрим, да, законы-то все одни и те же. Там перспектива воздушная, геометрическая, там форма, тон, цвет просто зависит от видения художника. А вот именно технические моменты, то есть, как там ложится мазок, это отчасти все-таки зависит и от тех кистей, которые мы используем, и от подходов. Ну, то есть, я имею в виду, например, от лайна мы идем, или от пятна, оно тоже очень влияет. Ну, это сам технический процесс. А сколько часто у тебя прочитаете за вопрос? Ну, а я не знаю, как сравнить, с кем сравнить, часто, не часто. Мне, наверное, не очень часто, или очень часто, я не знаю. Но я стараюсь максимально там, ну, всем отвечать, да, ну, только по возможности. То есть, у меня не всегда получается ответить сразу. Ну, вот, обращаются. Ну, и в основном, знаешь, сталкиваюсь с одними и теми же моментами, вопросами, да, все сталкиваются с одним и тем же. Но при этом, мне поэтому и хочется, да, в какой-то формат, наконец-то, перейти, такой преподавательский, потому что есть ответы на эти вопросы. Просто нужно доносить, нужно на это время, нужно показать. Нужно не просто вот я сейчас, да, сижу, говорю, рассказываю, это понятно, но нужно, чтобы человек при этом что-то делал и начинал понимать не только головой на слух, да, а еще рука его понимала. И просто, да, поправив работу или сделав там оверлей за него, да, это не значит, что он все вот так и начнет делать. Ну, да, он увидит, что это лучше, но почему я так сделал, да, на что я опирался, когда делал такие правки, это может быть непонятным. Это нужно объяснять, это не нужно объяснять в индивидуальном порядке, не просто там поправил человек. Хотя это может быть тоже своего рода расслабление, то есть у человека атрофируется мозг, да, он привык к советам и постоянно к ним обращается. И самому думать уже становится как-то лень. Ну, зачем думать, если можно обратиться к профессионалу, он там что-то сделает, скажет конкретное. Это тоже есть в этом минус, почему я рад, что я у Лео Хао учился, потому что именно как раз это и выглядело так. То есть в большинстве случаев он толкал на то, чтобы я искал сам. И это, наверное, возможно, это и влияло на то, что, ну, на скорость обучения, потому что учился я довольно-таки немного у него. У нас как раз есть вопрос о Лео Хао от Алексея. Если сказать одним словом, что самое важное ты взял от Лео? Еще раз, пожалуйста. Если сказать одним словом, что самое важное ты взял от Лео? Он научил меня учиться. Самокритика у меня усилилась еще больше с ним, поэтому... Ну, это важный момент, на самом деле. Тут главное не переборщить с самокритикой, потому что можно с самобичеванием заниматься. Уже, ну, перейти в такой формат, когда зачем делать, если все равно вечный неудачник. Ну, то есть, если постоянно себя там гнобить, то тоже плохо. На самом деле, это другая, другой конец палки. Это как... Ну, я не знаю. Ну, по работе у меня, как бы, не возникает таких вопросов. Если я делаю работу, то если мне что-то в ней не нравится, например, стоит определенная задача, а мне изначально задача не совсем по душе. Я либо ищу в этой работе что-то, что мне даст какой-то апгрейд, ну, то есть я чего-то в этом добьюсь. Да, ну, например, я изначально знаю, что результатом я не буду доволен, потому что мне не устраивает композиция в целом, которая рамками, например, ну, я не знаю, маркетинга или чего там обусловлено. Ну, вот это вот то, что мне не нравится, да, мне насладиться результатом изначально не даст, я это понимаю, поэтому я наслаждаюсь процессом. Это, кстати, тоже еще один совет я бы дал, да, научиться все-таки любить процесс, потому что результат, если хорошая самокритика, результат вас до конца никогда не должен радовать. Вы сделали работу, вы знаете, вы видите ошибки, это хорошо, что если вы их видите, это тоже главное, да, ну, в силу, возможно, если вы работаете, да, то у вас ограниченное время и нет возможности там направить до бесконечности, там, искать какие-то ответы на вопросы. Вы просто сдаете работу, она устраивает заказчика, но при этом вас не устраивает в какой-то степени. Что-то вы там в ней нашли, и вот я именно, ну, призывал бы ориентироваться на те вещи, на те мелочи, которые вы там технически находите, то есть там как-то попробовали иначе ткань поделать. Вот вы привыкли там изображать ткань вот так, и вы попробуйте совершенно другую ткань, она же тоже разная бывает, потому что мы иногда замыкаемся в своих привычках. То есть, вот сделали ткань, она кому-то понравилась, она понравилась вам, и все, и мы теперь эту ткань везде пихаем. Она же бывает там более плотная, более такая легкая, да, пропускает свет, и много всяких эффектов только от одного названия, да, ткань. Что-то я отошел, я забыл, увлекся опять-то, что? В чем вопрос? Дим, ты, по-моему, задавал. Да, да, как отвлечься от того, что... Вот, я отвлекся, надо болтать много просто. Ну, а как отвлекаюсь? Ну, нет, ну вот именно в работе я, наверное, никак не отвлекаюсь, я просто нахожу то, что мне нравится. А для себя? Да вообще я не нахожусь, просто доводишь работу до конца, до определенного, потому что я уже, ну, как практика показала, если я откладываю работу для себя, то, скорее всего, она уйдет в забвение. Потому что пройдет какое-то время, я нашел там какие-то для себя новые открытия на других, там, допустим, в работе, да, и мне хочется уже что-то новое попробовать, и к старому возвращаться уже неинтересно. Ну, то есть, если делать, то лучше доделывать это до конца, иначе я это не закончу. Но это в моем случае, кто-то может там долгосрочные задачи выполнять, кто-то, наоборот, еще хуже, чем в моем случае. То есть, например, им надо вообще быстро сделать очень, ну, чуть ли не скетчевые варианты, им уже потом становится неинтересно, им надо быстрее новые идеи накидать, то есть, важность идей. Вот этот вопрос стоит как раз, что нарисовать, и неважно как. У меня, я сейчас переформатировал, то есть, я переходил от фазов к фазе, да, мне важно было, что рисовать, неважно было как. Потом мне стало важно, вернее, наоборот, потом мне стало важно, что рисовать, неважно как, ну, потому что я считал, что уже определенный уровень есть. Потом я для себя открыл, что все-таки мне недостаточно того, что я умею, и я снова вернулся в другую фазу. То есть, вот как-то так. Наверное, когда фаза будет важна, что и важно как, наверное, она, я не знаю, на более высоком уровне получается, достигается. Еще вопрос от Валентина. Как ты приходишь к игровой композиции? Сколько скетчей делаешь для одной иллюстрации? Или же просто меняешь внутри одного варианта, направляющий динамику и так далее? Ну да, в основном у меня по композиции, у меня часто бывает так, что всплывает она в голове и не дает покоя. Даже если я что-то пробую сделать иначе, зачастую, очень часто, у меня первый вариант, он самый удачный. Ну, то есть, ну, это практика показывает моя. Может быть, что-то можно найти, но, видимо, у меня какая-то срабатывает зацикленность, что вот идея появилась, и хочу именно ее воплотить. Меняю только, да, какие-то позы, какие-то там отдельные моменты, там, расположение. Вот опять же, это пример вот этого персонажа, да. У меня изначально сидела в голове картинка, да, я просто не мог удержать именно его позу. И я начал именно с поиска позы. А там примерная атмосфера, что вообще будет нарисовано, да, какой характер был данный. Это вот у меня изначально было в голове. Довольно-таки, ну, не одинаковые позы получались, но на этом я остановился. Работу эту, кстати, я рассчитываю закончить. Сейчас, ну, те, кто меня знает, наверное, это вызвало смех. Ну, я постараюсь, да, ее выложу, и, скорее всего, разобью спидпейнт на несколько частей. То есть это будет первая часть. Ну, мне не хотелось бы делать это очень быстро, чтобы вот эти мелькания не происходили, потому что, ну, некоторые спрашивали, что можно ли скорость помедленнее, то есть удобно рассматривать именно вот это все, когда это медленно. А на сколько это было? Сейчас скажу. Здесь 41. По-моему, я в 4 раза ее ускорял. Ну, примерно там было около 3 часов. Вот, 3 часа я ужал на 41. Так, у нас вопрос есть. Андрей, как ты считаешь, а если изучать рисунок сам, то лучше взять что-то одно изучить, например, анатомию, или везде понемногу идти? Как ты сам к этому вопросу подходил? Вот опять вопрос к анатомии. Все иногда перешагивают, ну, то есть очень быстро переходят. Вот желаемое есть рисовать персонажку, да? И все, ага, вот интересует технический момент, нужно, ага, анатомия, да? А формирование, ну, вернее, построение форм уже как-то вот пропустили момент, да? Не умеем толком построить там кубик-шарик, ну, грубо говоря, да, или какие-то польки. Чуть более сложные предметы. И быстрее, быстрее, быстрее мы стараемся перейти в персонажку. Можно попробовать, например, если так, ну, хочется людей рисовать, например, можно, ну, остановиться на лице, допустим, то есть сделать портреты, ну, то есть это тоже, ну, в определенной степени, кому-то даже больше нравится, чем фигурой заниматься, ну, чисто индивидуально. Но не нужно гнаться, да? Анатомия — это да, это все надо, и мне, и до сих пор я бы, ну, то есть есть что заполнять, пробелы какие, знания, но... Но важно все ступенечки пройти, чтобы не идти по ним медленнее уже на сложных предметах, на сложных объектах. И я знаю, что большинство художников, которые достигли все равно определенного уровня, да, учились именно изначально на сложных объектах. То есть сразу рисовали персонажку и просто мучили, 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 может быть, годами, да? Ну, может быть, стоит попробовать все-таки немножко переиначить процесс обучения, чтобы вот, ну, не мучиться именно. Все-таки, когда мы переходим на уже на такие любимые вещи, и хочется сделать хорошо, а знаний не хватает. По поводу анатомии, ну, это тоже практика должна закрепляться, это должна быть, должна быть натура. И я для себя заметил, я вот на своей практике нечасто и немного этого делал, вернее, считаю, что недостаточно этого делал. Именно быстрые наброски. Вот быстрые наброски, они освобождают, вот, избавляют от проблемы, когда мы начинаем строить. Вот мы знаем, что как строится анатомия, там мы изучили, как этот бицепс рисуется, как это плечо рисуется и так далее. И мы, рисуя, накидали там форму человека и пытаемся на него уже надевать эти мышцы, да? И вот это вот сухое построение там шариков этих, да, круглых форм, оно лишает объект живости, да? То есть он какой-то безжизненный, он будто бы скульптуру мы рисовали какую-то статичную. И вот этот момент, как раз, чтобы от этого избавиться, и полезно делать быстрые наброски, потому что вы не концентрируетесь на этих деталях, то есть как построить мышцы и прочее. Оно вас просто освобождает, вам главное задать линиями вот эту вот форму основную. Все. То есть это вот надо себя заставить там по минуте, по две, порисовать какие-то, пусть даже с фотографией, но, по крайней мере, ваша рука будет свободнее себя чувствовать. И отключаются мозги вот эти вот именно вот технические. Вы как бы на ощущениях работаете. Это важный момент тоже. Вопрос от Алексея. Как часто рисуешь не на том слое, на котором сейчас нужно? Например, персонажа на слое фона и тому подобное. Как борешься с этим? Раньше часто было. Сейчас таких проблем не возникает. Во-первых, слоев не так много сейчас делаю. Раньше было больше. Ну, много слоев было просто из-за неуверенности, да? Там сделал ход какой-то определенный, попробовал там что-то сделать, потом, ну, ты думаешь, что, возможно, это может получиться неправильно, ты быстро сделаешь откат, просто удалишь слой, вот и все. Но, ну, их много скапливалось, и в итоге приходил к такому моменту в конце, когда создает некие неудобства. Были моменты, когда я, ну, рисовал на ненужном слое, да, я просто психанул, и это все объединял, рисовал так. Ну, были такие моменты. Или я объединял, и потом, если мне нужны слои, то есть я сидел и искусственно вырезал там главные объекты, то есть которые мне нужно, за которыми нужно еще порисовать. То есть там персонажка, например, фон и передний план, грубо так. Это когда вот, ну, слишком много слоев скапливалось, просто тупо все объединяешь, и потом порежешь на три части, и все. Как не уходить в черноту и в грязь, когда рисуешь в цвете? Вот, вот я этот вопрос, ну, сам себе когда-то задавал, то есть у меня была такая проблема, я не понимал, как я от нее ушел. То есть я задал себе такой вопрос, как, ну, что я сделал, что у меня перестало так происходить. Я все-таки думаю, что, ну, меня избавила от этого именно сдержанность в тенях, то есть цветовая, цветовая насыщенность в тенях. Когда мы насыщаем цвета в теневых местах, и они пересекаются, допустим, у нас холодный, ну, холодная тень, да, теплый свет, а мало того, они по спектру далекие, да, то есть при их смешении как раз получается какой-то грязный цвет. А когда ты держишь нейтральный, около серого цвета тональности, да, цветовой, то такая проблема может уйти. То есть вот это вот именно смешение, оно становится более мягче, и переходить от цвета к цвету, оно более безболезненно. И, наверное, вот я думаю, что это решило эту проблему. То есть надо поменьше увлекаться вот цветом, ой, цветом в тенях. Думаю так. У нас тут еще дополнение к предыдущей теме про лайн. Как Андрей относится к очерченному лайну в работах? И удаляет ли он слой с лайном, когда заканчивает работу? Очерченный, что это значит? Это ровненький контур, типа как в векторе, что ли, да? Ну вот я представляю технику, например, Лешего, да, вот у него, ну он вот четкий лайн отрисовывает, да, например. Если вот так вот, да, ну я так не работаю, вот. Это создает просто определенную стилистику, вот у него, например, такая стилистика. Мне причем нравится, да, как он работает. Но у меня так работать не будет. Ну то есть если я начну так делать, у меня немножко, я все равно это все замажу. Ну у меня просто техникой так определяется. Лайн, я на него обращал, когда я работал с лайном, я на него обращал внимание только в самом начале, как определенные рамки. Потом это просто все у меня замазывалось. Ну если я его подробно отрисую, конечно, ну, стараюсь ему следовать, но возможно, когда я накладываю слой, я все равно много чего менял. Поэтому я пришел к выводу, что слишком детальный лайн для меня бессмысленный, потому что мне хочется что-то в процессе поменять, а на лайн тратится время немного. У нас был похожий вопрос, может быть есть еще что сказать. Никита спрашивает, когда работа не идет, какие способы отвлечения использовать? Это для него актуально, да, сейчас. Никита, я бы тебе посоветовал почаще общаться с друзьями, приезжать в гости. А он, кстати, чередуется или только та меня показывает? Может, когда-то я доберусь, тебя взбодрю? Не, а если... Хорошо. А? Как ты рисуешь? Я делаю в том, что если будут продолжаться вопросы, я не буду понимать, что я делаю. Ну, вопросы мы оставим, что-то попали еще. Когда люди посмотрят, как вы видите, может быть, как вы... А что лучше, продолжить то, что я вот это рисовал, или что-то новое, может быть? Может, заказать чай. Лучше что-нибудь новое. Новенькое начало. Без разницы, что, на мое усмотрение, надеюсь. Ну, давайте попробуем на тему, только я не все темы люблю, поэтому могу без удовольствия что-то начать рисовать. Придумайте что-нибудь. Ого. Вот эта тема моя любимая. Я пока вот это помазюку, вы можете придумывать что-нибудь. Не могу я это продолжить. Вот, на самом деле, все время хочется что-то прийти к каким-то задачам, чтобы меня подвело, да, к этим задачам. Например, по работе, может быть, именно работа с нежитью, да. Я в детстве очень много рисовал, но там мои друзья уже стебались. То есть на заборах там маркеры появились, я рисовал черепа. У меня был мотоцикл, я на щитке нарисовал череп. Какие-нибудь, тоже там была в голове мысль когда-то там начинать татуировки, например, делать. Ну, она быстро сошла, эта идея. Но тоже у меня первые наброски были, у меня тоже черепушки. Не знаю, что это такое, может, болезнь какая-то. Но мне нравится. Но и, как назло, да, у меня таких задач просто не появляется. То есть только рисовать что-то для себя. Ой, это будет мучение, на самом деле. Для кого? Для меня. Шелк. Я сейчас, я очень давно не рис... А кто в чате это написал? Я знал. Все-таки пришел, да? Ну, Скорпион там спросил, там Скорпион выпал из числа... Тем, тем Стеба. Он попросил начать с удовольствием. Он такой, что слишком что? Он начинает лезть стрим заново, а потом... А-а, ну понятно. Ладно, никто ничего не говорит, буду сам так. Мультиков не хочешь, но я с вами... Мультиков? Генотик. А, енотик. Это тоже от него, да? Все хотят генотик. Кстати, да, я скоро все собирался. У меня, ну, была задачка интересная. Ну, такая непривычная мне по работе. Ну, делать таких мультяшных персонажей по игре. И... Ну, такие маленькие дракошки. И так получилось, что... Ну, вообще просили меньше, но я набросал несколько штук. И потом попросили сделать их все. Вот. И я, наверное, на своей страничке, ну, в группе, все-таки их скину. Все собирался, все никак не знаю, как это вроде. Не в моей манере, но, может, это как раз и интересно будет. А что-что? Вот, вот я уже не понимаю, что я делаю. А обязательно нужен практический плачет, или мышку тоже можно? Ой, я вот... У меня был опыт, на самом деле, когда появился первый компьютер, который... На который установишь, например, одну игру, и все, и память заполнена. Какую-нибудь простенькую. И я на этом компьютере пробовал мышки рисовать. Потому что о существовании планшетов... Ну, просто я открыл программу, а там программа для рисования. Ну, вот поинтера обычно нет. Я, ну, раз она для рисования, значит, мне как-то рисуют. То есть у меня логически я подошел, да. А о существовании... О существовании, да, планшета я вообще не знал. Ну, вот. И в итоге я пытался там что-то сделать. Даже какая-то работа получилась, ну, такая... В каких-то стандартных... Ну, то есть без особых переходов-то, новых. Но тому, что научили там в художке, да, я пытался там что-то использовать как-то. Интересный опыт, но я думаю, что... Я даже слышал, что кто-то рисует. Но мне кажется, хорошо, это невозможно добиться, если только стать каким-то уникальным человеком, который вот ищет, не ищет легких путей. Нет, просто вот я нищий укушник, у которого стипендия 400 рублей, и я, например, не могу себе это копить. Ну, планшеты-то разные бывают, там, они за тысячу... То есть можно вообще какой-нибудь бесплантовый... Это в любом случае лучше, чем мышка. У меня первый планшет, на котором я, ну, даже зарабатывал денежки, да, я первое время учился уже у Лео Хауа, да, у меня был планшет за тысячу рублей. Ну, прямо со спичечной кромбок, наверное. А как? Нет, Джениус. Я даже не уверен, что лучше мышка, Джениус. Так вот, вот мне было нормально, он, да, нажим, все чувствовал, ну, более-менее меня устраивало. Ну, то есть он мне вообще казался нормальным, то есть потому что я нормальных планшетов не трогал еще. У нас еще есть вопросы, озвучиваете ли? Да, озвучиваю. Пользуешься ли эффектом Coral Warm для поиска подходящих оттенков теплого и холодного? Какой эффект? Color Warm. Я не знаю такого эффекта. Это ответ, да. Нет, не пользуюсь. Какие-то я не знаю. Вот, ну, хочется минимизировать какие-то вот, ну, читерские возможности. Ну, наверное, если я узнаю, что это такое, и оно действительно мне будет приносить пользу именно в работе, ну, то есть ускорять как-то процесс, я, может быть, и попробовал бы. Но если я для себя что-то рисую, я, ну, для себя я минимум читерства использую. То есть берешь просто кисть и рисуешь. Все. Ну, потому что это уникальная возможность сделать, как ты хочешь, и, ну, найти для себя какие-то новые, вернее, на новые вопросы, новые ответы найти. Мне кажется, это самое ценное, чем просто сделать работу, которую там заработает, там, сколько-то лайков и прочее. Ну, важнее все-таки опыт, я считаю. Серега спрашивает, на какое направление взять курс? На 3D или же на 2D иллюстрацию? Мне одинаково нравятся два этих направления, но я понимаю, что начать лучше с чего-то одного и двигать себя в этом. Спасибо. Да. Ну, на самом деле, да, я соглашусь, что лучше выбрать для себя определенный вектор, да, и уже от него, там, ну, пробовать, экспериментировать, это все здорово, хорошо. Но идти, вот, выбрать этот один ствол, от которого будут расти ветки, то есть это лучше, чем браться за все и не доводить до конца, ну, по сути, да. Это разностороннее, ну, развитие, оно важно, потому что это помогает даже в вашем основном направлении, да, если вы занимаетесь в основе 2D-графика и потом занялись 3D, это вам помогает лучше понимать форму, ну, как мне так видится. Неспроста введена, ну, такая дисциплина, да, в художественных обучающих, там, организациях, да, там, школах или вузах, да, есть скульптура, то есть это очень хорошо помогает понять форму, понять объем. Реально ли развить умение рисовать разное, например, фоны и персонажи, или лучше сконцентрироваться на чем-то одном? Да нет, это, в общем-то, просто обобщенная сфера 2D, то есть это просто выбираете, что вам больше нравится, и это качаете. Ну, то есть мне интересно было бы порисовать и фоны, но мне специально для этого выделять время не хочется, потому что я знаю, что мне можно покачать еще в персонажки, там, да, ну, то есть чисто выбираешь для себя, на что лучше тратить время. Но если выдастся такая возможность, я с удовольствием фоны порисую, мне эта тема интересна. Кто-то рисует только фоны, мне интересны персонажи, тоже можно понять. Не хочешь к Королу более возвращаться? Ну, пока не вижу смысла, то есть там для себя я уже все понял, да, уже есть определенное количество работ, сдвигов я в определенной, ну, в стилистике конкретно я не вижу, у меня направление от контура я... у меня возникли некоторые вопросы. Я всегда не мог нормально делать, ну, удержать тон при высокой детализации, то есть у меня приходилось это доводить потом. Меня этот фактор немножко напрягал, и поэтому, собственно, отчасти я перешел к пятну, просто попробовать, как это будет работать. То есть хочется эти моменты улавливать, опять же, по той же причине, чтобы я представляю себя, будто я рисую уже, ну, маслом, да, где читерства нет. И стараюсь, ну, вот, подстроить все так, чтобы находиться в похожих условиях. То есть вот эти корректировки цвета тона потом, да, это уже для меня, как бы, читерством считается. Оно, ну, лишает возможности, ну, познать что-то новое. Потому что по ходу дела, да, понятно, это там уже подкорректировать можешь. Ну, вот сразу это поймать. Мне кажется, это круто. Почему ты вообще хочешь, что ли, этим опасно? Планцесс важнее, чем... Ну, не знаю, просто, ну, такое личное отношение, да, цифровая графика для меня как-то, ну, ее можно размножить, да, то есть она такой ценности меньше, что ли, имеет. Ну, в моих глазах, по крайней мере. Она востребована, то есть как для заработка это очень важная вещь. Потому что сейчас, ну, индустрия к этому ведет. Вот. Но чисто для себя, да, если когда-то выдастся возможность, ну, там, обстоятельства так сложатся, мне бы хотелось, конечно, маслом, и чтоб вот была одна единственная работа, да, которую ты можешь ее сфотографировать, да, ее можно размножить, но она вот есть одна. Оригинал. А здесь ты уже не можешь назвать работу оригиналом. Ну, в плане том, что она в единственном экземпляре. Ей может кто угодно пользоваться, также распечатать или... И цена ей, как бы, ну, гаснет. Ну, и время создания на нее, как бы, тоже, ну, укорачивается. Для этого инструмента определенно. Вопрос от Никиты. Так и не планируешь попробовать стилизацию? Так вот, дракончиков я скину. Наверное, они являются стилизацией. Ну, я... То, что я пробовал, тематика, которая мне давалась там на работе, мне как-то она не сложилась там. Ну, вот, не заинтересовался я. Может быть, определенная тема такая была, может быть, если будет другая. Я бы попробовал, но брать за основу я бы не стал. Это немножко не мое, но попробовать, конечно, интересно. Там интересные тоже законы, немножко иначе работают, да. Там уже работа с формой такая, своеобразная. Ну, немного бодрит. То есть я вот... Это Никита, да, спросил. Ну, вот. То, что делает Никита и то, как он мыслит, это как-то, да, это освежает вот, ну, свое личное представление. Ну, как-то привык, да, в направлении там реализма двигаться. А когда там пообщаешься с Никитой, вот немного встряхнет сознание. Чего такое вообще? Насколько полезно вообще общаться? Я, на самом деле, выбрался из пещеры не так давно. И для себя множество плюсов. Во-первых, я нашел друзей. Во-вторых, узнаешь много чего нового. Ну, и в целом есть потребность, да, есть люди, которые нуждаются в информации, и у тебя есть потребность там поделиться ей, то есть не держать это в себе. И когда объясняешь кому-то что-то, находишь, у тебя появляется новый вопрос вместе с этим, и ты пытаешься на них ответить. Это интересно. То есть это расширяет твой кругозор. Саша Кравчук хочет законченного Скорпиона. Что он хочет законченного? Законченного Скорпиона. Ну, он меня уже знает, он боится, что я могу его выкинуть куда-нибудь в угол, забыть про него. Ну, я думаю, он не даст мне про него забыть. Он долгое время именно этим и занимался. Так что, я думаю, он дождется. Правда, я сейчас думаю, что он как-то иронично сейчас так восклицает. Леший передает привет и спрашивает, почему именно виски со льдом? Кто спрашивает? Леший. Не знаю, я там дозировку могу контролировать. Ну, просто как-то нравится. Ну, в меру, блин, почему вот это так пошло в народ? Непонятно. Меня за алкоголика принимать начну. Это не так. А у кого вопрос насчет гид? Собири похоже. У нас есть ли какой-то вопрос? Я на самом деле думаю, что… Вот, кстати, возвращаясь к вопросу Никиты, да, я же не до конца на него ответил, по поводу как себя взбодрить, встряхнуть. Я думаю, просто менять сферу какую-то деятельность не радикально, а я имею в виду, ну, как-то разновидность отдыха, да, например, не тупо там валяться или там читать, или еще что-то может быть как-то. Ну, периодически это просто менять, потому что, ну, от мыслей своих не убежишь, и нужны новые способы от них как-то отвлечься, потому что мозги начинают, ну, даже вроде ты отдыхаешь, да, а все равно думаешь о работе, о своих там каких-то задачах, и это высушивает что ли как-то сознание, что тебе не дает более свободно мыслить. Я думаю, надо просто там разными делами заниматься, тот же порядок дома там навести или еще что-то. Ну, там разные способы, на мой взгляд, есть. И я в своем случае, да, я вот думаю, я стараюсь почаще из дома выбираться сейчас. Вот именно, кстати, с этой целью, то есть вот общаться с друзьями и так далее, да. То есть вот, кстати, бывает начинающий, вот как раз я вот делаю, да, что-то. Вот они нарисовали там, пыхтели, но это, грубо говоря, данная работа не пример, но, на словах передам, пыхтят, вот, например, голову очень отрисовывают там детально, а все тело, например, не построено. И когда они все это построят, они начинают эту голову, ну, им жалко потраченное время, они начинают ее вертеть в фотошопе, то есть вот так вот, там, по часовой против часовой, а ракурс, в принципе, там, например, не тот. Ну, просто это жалость к себе, ну, страх там начать все заново, иллюзия того, что можно все исправить иначе. Вот это, конечно, мешает развитию, то есть не стоит бояться там стереть, может быть, там удалить этого чувака. Я бы сейчас так и сделал, но поскольку... Надо как-то процесс немножко сдвинуть. То есть сам процесс начальный у меня там поиска, он может очень затягиваться. Со Скорпионом было не так, потому что, ну, опять же, для спидпейнта я это делал. Но там были такие моменты поиска, а эти моменты поиска, они могут быть более долгосрочными. Я могу там два дня потратить на... ну, два дня рабочих потратить, ну, вот, на не только поиски. Ну, или поиск материалов, допустим, в зависимости от того, что за задача. Много времени осталось на своей работе. Участие в конкурсе? Да, ну, сейчас и конкурсов-то таких нет. Я даже как-то сожалею, отпуск прогорает. Ну, вот, для себя, наверное, порисую. Но во время работы, ну, я там... В работе я часто рисую то, что, в принципе, мне по большому счету нравится. Да, особой такой потребности для себя не возникает всегда. Иногда там, да, всплывает какое-то, какое-то определенное желание. Но... Есть моменты, которые хочется, но, поскольку я живу один, и многое времени уходит на какие-то бытовые вопросы. И какие-то другие дела, опять же, те... Ну... Есть вещи, на которые тоже хочется уделять. Ну, тоже занятия в спортивном зале, да, что-то вот это вот хочется тратить. Но при этом есть работа еще. Ну, и как-то все это перекрывается, и на себя довольно мало остается. А у меня привычка такая, то есть мне не хочется начинать того, что я заранее знаю, что я не закончу. То есть мне неинтересно делать набросок там... Не для чего, вот просто так. Мне надо делать набросок и заниматься этими поисками, если я знаю, что это потом перерастет как в какой-то арт. Ну, то есть я для... Я конкретно цель ставлю, да, вот, ну, конечного результата. Просто так, ну, типа для опыта, мне... для меня слабая мотивация. Но это в моем случае. У всех по-разному, на самом деле. Еще вопрос от Сергея. Как ты сам себя организовываешь в рабочем процессе, чтобы не отвлекаться на сторонние вещи? Делаешь ли перерывы или пилишь арт пока горячо? Ну, как-то... Да я отвлекаюсь. Ну, отвлекаюсь, но на определенных моментах не позволяю себе. Там... Ну, поскольку я дома, мне ничего не мешает, да, я там... Чайку себе нальешь спокойно. Но зависит от личного интереса, на самом деле. То есть если задача интересна, ну, или ты сам разовьешь этот интерес, там, заставишь себе там что-то чем-то заинтересоваться, то, в общем-то, тебе уже, ну... Само собой складывается, что ты никуда не дергаешься, тебе просто интересно. Когда так, ну, ровно, там, иногда увлекает технический момент. То есть ты как медитировать начинаешь, когда, например, рисуешь детали, да, детали, это уже менее требует концентрации, да, и каких-то усилий мозговых, да. Это на начальном этапе, когда ты обдумываешь именно композицию, там, положение, да, персонажа или еще что-то, там, да, там приходится уже ни на что не отвлекаться, возможно, даже сидеть в тишине. Музыку, не знаю, музыку уже давно не слушаю во время работы. Обычно просто фоном включаю что-нибудь с Ютуба, такое, со слабым звуком, чтоб не сильно отвлекало. И, ну, как-то так. Никаких четких там планов нету. Есть определенные просто сроки рабочие, я примерно рассчитываю свои силы. И зачастую, даже если я могу, ну, быстрее уложиться, хочется из этого времени выжать максимум результата, ну, то есть качества, да. Если не идейно, то качественно. Я думаю, предела нету, совершенства. Если у меня, там, например, да, про детали, но у меня остается времени, там, я, может, добавишь персонажей, если какую-то многофигурку, допустим, что-то еще. Ну, то есть стараешься максимум использовать предоставленный тебе временный ресурс. А какой кисточкой сейчас рисуешь? Название? Понятия не имею. Эти кисти мне, по-моему, Кейт Фокс скидывала. Я не знаю, откуда они, ну, откуда она брала, может, ее лично, может быть, это кто-то и знает. Кто-то писал, что встречал эти кисти где-то. Я не знаю, я просто, ну, чужими пользуюсь. Хочу попробовать свои понастраивать. Что-то я вообще фигню какую-то нею. Антон спрашивает, а как поставить точку в рисунке, а то закапываешься в детальках до бесконечности, хочется еще и еще пиксели замутить? Вот, ну, точку в работе, наверное, в ней не бывает. То есть, точка в работе, это просто вывести себе в какой-то момент, сказать стоп. Но есть, кстати, вот всплыл еще момент, который хотелось бы оговорить. Это стараться отдельно предметы детализировать. Вот я когда так пытался делать, у меня как раз и получался момент, когда ты деталишь, например, фон, и сделай его очень детализированно, а главный персонаж напрашивается, чтобы акцент не смещался, напрашивается еще детализирование. А детализировать уже некуда. А когда вся работа детализирована, спадают акценты, то есть взгляд начинает метаться. Не за что зацепиться. И вот я думаю, когда ведешь всю работу сразу, ну, параллельно, да, не берешь, например, одного персонажа и его отрисовываешь, а потом приступаешь к другому. А вести все одновременно, потихонечку-потихонечку детализируя, и есть какие-то моменты, которые мы останавливаемся вовсе, а другие продолжаем детализировать. Ну, то есть это удобно сохранять вот эту вот целостность работы. Не советовал бы слишком быстро переходить к детализации. Все плавно и вести все параллельно. Думаю так. Ну, уверен даже, что так лучше. Тебе приходилось когда-нибудь по работе решать такие задачи, которые ты еще не пробовал? То есть, например, какой-то няшный стиль или еще что-то? Вот, да. Я, в общем-то, на него говорил, этих тракошек я, ну, как бы, не пробовал никогда. Ну, может быть, и пробовал, но в каком-нибудь формате, типа ручкой в тетради, ну, то есть как-то так. Ну, серьезненько, там, в цифровой графике. Нет. Вот я их скину все-таки. Напрашивается, походу. То есть у тебя уже есть свой четкий стиль, который ты не хочешь менять, хочешь только углублять и сливать? Да нет, я бы с удовольствием отошел бы, мне перемен... Ну, стиль, это же подразумевается, наверное, и техника, да? То есть стиль, как узнается, это же не только композиционный, там, выбор тематики, да? Наверное, стиль все-таки определяется именно техническими показателями, ну, как мне видится, да? Именно вот технически я бы хотел бы отходить. То есть мне нравится сейчас экспериментировать, что-то там... Хотеть новые способы достижения. Есть же уже понимание там, как строятся формы и прочее, да? Интересно, как, например, сделать это быстрее, прийти к результату быстрее. Или там... Мне нравится, как у азиатов получается, ну, вот, ну, их стиль, техника, она довольно живописная, мне кажется, там есть такая доля свободы. Попробовать использовать в своем случае, ну, при большей, например, детализации, там, допустим, ну, как-то так. Это интересно. Никита спрашивает, у тебя бывают сомнения в выборе своего жизненного пути? Как ты понял, что творчество — это то, чем ты хочешь заниматься? Спасибо. Ну, я не знаю. Может быть, все в дальнейшем изменится. Я знаю только то, что, ну, любовь к этому у меня не пропадет, чем бы я ни занимался. То есть, как бы там ни приперло там жизнь, да, скорее всего, рисовать я буду всегда, там, для себя ли, или зарабатывать этим деньги. Ну, так или иначе, это со мной останется, потому что, ну, это просто любовь к этому, и никуда от нее не деться. А как сложится, и как дальше, там, может быть, чем-то другим зарабатывать буду, не исключено. И, может быть, это даже тоже интересно будет. Ну, рисовать, наверное, буду всегда. Надеюсь, ну, руки-ноги, голова будет на месте, наверное. Ты еще ногами рисуешь для выпечки. А что, если представь себе такую ситуацию, да, коллегой останешься, не дай бог, а, то, блин, да, буду учиться ногами рисовать. Ну, я, кстати, я реально представлял себе такую ситуацию, вдруг вот так вот, да, вот что-то случилось, такое, у тебя нет возможности, там, у тебя. Вот что, а ноги есть, например, да, попробуют ногами рисовать. Хотя даже видел где-то, ну, не знаю, по телевизору показывали, художник какой-то ногами рисовал. Ну, что, нормально. Ну, страшнее, наверное, глаза потерять. Вот это да, вот это самое, наверное, страшное. Мне кажется, это все художники об этом думают. Фобия, да. Ну, не, может быть, а даже, вот представь себе, если переходить в какую-нибудь стадию обучения, да, ты даже не видишь, как человек рисует, чтобы ему что-то объяснить. Ты расскажешь ему просто в формате перечня знаний, да, но как это применить, это уже будет проблема человека. Если у тебя нет возможности показать, увидеть, там, да, это страшно. То есть никак все, ну, эта вот сфера, мне кажется, потеряна для тебя будет, и все. А еще какие-то профессиональные страхи есть? Я себе представлял, то есть, как люди перегорают. Ну, то есть, бывает же такое. И вот, ну, у меня, я не нахожу для себя четкого объяснения, почему так у людей происходит. И вот незнание этого, то есть, закрадывает страх, как с этим бороться. То есть ты не знаешь, как это приходит, соответственно, ты не знаешь, как с этим бороться. и, ну, что с этим делать, да. И вот, ну, присутствует такой момент, что, а вдруг когда-нибудь меня покинет желание такое, да, ну, вот страсть к рисованию, вот там. И вот, ну, я не знаю. Наверное, пока не столкнешься, ну, не узнаешь, как с этим бороться в индивидуальном порядке. Ну, вот в этом, если только, то есть перестать хотеть. Вот не факт. Вот на самом деле у людей бывает такое, что вот ничего не хочется. Ну, наверное, это и называется какой-то депрессия. Ну, депрессии бывают и затяжные, то есть на длительный срок. А вот как с ними бороться, я не знаю. Творческий кризис, да. Ну, вот я не помню, что у меня такое было. Я просто забивал на рисунки. Я не называл это творческим кризисом, потому что я занимался, ну, там, не знаю, там, учебой или еще чем-то. Ну, то есть для меня рисование как хобби было. Ну, соответственно, я не испытывал никакого дискомфорта, что я, ну, как-то, у меня никуда не идет, да, то, что я делаю. У меня все мои рисунки там, что с детства, да, я к ним халатно относился. Ну, потому что я результат всегда не любил. Ну, вот я их либо раздавал, либо выкидывал. Ну, если только остались там редкие какие-то экземпляры, так я от всего избавлялся. Ну, мне неинтересно. Мне интересен процесс. Результат там пусть оценивают уже другие. Ну, я оценю его в формате каких опыта, то есть какие ошибки, как-то, что, чего. У меня такая возможность была. Я, как видите, я здесь. Ну, да, я объясню. Я не знаю, меня многие не поймут, наверное, но вот хочется как бы создавать что-то самому сильное, то есть не быть частью уже большой силы, да, то есть вот взять Близзер, да, это уже легенда. Ты просто становишься частью этой легенды. Да, ты там получаешь опыт, но я вот, ну, как мне это видится, ты по большому счету меняешь шило на мыло, то есть ты выполняешь то, что тебе говорят. Ну, ты вряд ли на самом старте, да, сможешь, ну, пробиться в те люди, кого будут слушать. Ты исполнитель. Ты делаешь уже какие-то определенные шаблонные вещи, потому что у Близзарда уже задана стилистика определенная, да, и нужно исследовать, может быть, какие-то отклонения, ну, там они делают, но опять же это контролируется более высокими чинами, вот. А когда ты, ну, более свободен в этом, ну, вот для меня главное слово, наверное, свобода. И компания Game Insight мне сейчас это дает, то есть я чувствую, что то, что я делаю, там, да, правки бывают, но то, что я делаю, я там как-то на большом уровне испытываю чувство свободы. То есть я выстраиваю композицию, даже если у меня приходит какой-то ТЗ определенный, я предлагаю свой вариант, и есть возможность, что его примут. И мне это чувство нравится. А Штаты, да, это вначале очень привлекательно, ну, на эмоциях всегда все кажется, все очень здорово, но, во-первых, у меня никогда не было мечты жить в Штатах. Это, наверное, тоже, может, кого-то удивляет. Ну, просто люди действительно удивлялись. Ну, удивлялись те, наверное, чьей мечтой это являлось. То есть кто-то, ну, вот это легендой Blizzard, там, заражен, да, и мне тоже много, много их продуктов нравилось, но они вот, они уже сделаны. Вот это не я их придумал. Вот именно вот этот момент, он как бы меня останавливает. То есть мне хочется создать новое. Ну, Никита подтверждает, говорит, что поэтому я ушел из ZeptoLab. Вот. Ну, то есть вот мы друг друга понимаем. Можно, да. Да, и, ну, это аргумент действительно, но мне казалось, вот то, что началось у меня, у меня только-только начиналось, да, вот я вылез из пещеры, и куча сразу возможностей обрушилась. И хвататься за каждую возможность, ну, там, даже в целях обучения, мне показалось, что я могу нечто, ну, как бы не окрепнуть до конца. То есть я знаю, куда мне расти, то есть я вижу, я не вижу своего потолка пока еще. И зачем мне, ну, как-то ускорять процессы эти, когда я могу спокойно, мне позволяет моя сейчас нынешняя работа развиваться, то есть я могу ставить себе там задачи определенные. Ну, и зачем рваться куда-то там? Я все равно вряд ли там проникну в какие-то глубины процесса, да, иду им, наверное, сейчас рановато об этом задумываться, заниматься тем, что нравится, развиваться в этом направлении. Потом посмотрим, ну, как говорится, там, опыт не пропьешь, это уровень определенный останется. А когда, если попадаешь под определенные конвейеры в работе, то большая вероятность, что, во-первых, ты устанешь, если ты творчески нуждаешься в творческом развитии, ты под конвейером точно устанешь. Это неизбежно, рано или поздно к этому придешь, и тебе, вот, наверное, возможно, не хочу за Никиту говорить, может быть, у него так и случилось, ну, потребность вот именно в самовыражении, например, да, она, ну, заставляет вылезти из-под этого конвейера. А производство игры, оно в основном, ну, на этом и построено, то есть много контента нужно такого, который нужно быстро, много, и так вот штампово, да, то есть творческого проявления там минимум. И мне нравится иллюстрация тем, что там она, во-первых, ну, у нас не так, то есть концепт художников, это определенная стадия, да, развития, да, и она очень востребована и прибыльна, я думаю, да, хотя сам никогда я не являлся концепт-художником, то есть даже работая в Game Insight, я мало делал концептов, ну, вот, прям, чтобы на постоянной основе. Мне приходили задачи, но я поделываю эти задачи, потом приходило нечто такое вот иллюстративное, чему я очень рад, почему я Game Insight-то и люблю. То есть мои навыки там, ну, видимо, нужны, вот это и это я чувствую. Там, где, например, да, ну, нам зовут, но потом говорят, что, ну, описывают то, что там я бы делал, ну, как-то там все делал бы. Ну, то есть не только иллюстрации, там и куча концептов. В принципе, и здесь, да, подразумевалось тоже, что я и концептить, может быть, буду. У нас много художников, которые, которым, наверное, нравится это, и они в этом уже набили руку, имеют определенный опыт. Ну, наверное, каждому свое. И это все нужно, то есть, ну, как нужно, так же иллюстрации, так же нужен концепт-арт. Кто-то любит рисовать фон, и работодатель старается использовать его, этот навык именно, то есть приглашает на работу, именно подразумевая, что он будет рисовать фоны. То есть лучше использовать ресурс художника именно в то, что ему нравится, чтобы он испытывал удовольствие от процесса рабочего. Я думаю, это правильное решение. Ну, там иногда, да, отходим от основы, какие-то задачки нужно решить, но в основном делается то, что нравится. А иначе, как-то я не знаю, иначе, ну, я думаю, иначе это может отражаться на самой игре, то есть на продукте. Если человек занимается нелюбимым делом, тут рано или поздно скажется. Либо он сорвался, уйдет, либо это будет на процессе как-то отражаться. А могут ли художниками работать не творческие люди? Ну, например, в компании некоторые занимаются просто какими-то техническими моментами. И с какими проблемами могут они столкнуться, и с какими проблемами сталкиваются именно творческие люди? Основная проблема, наверное, которой творческие люди сталкиваются, это как раз то, что я назвал, да, то, что они занимаются над своим делом. А как раз ты говоришь, те, кто не творческие, может быть, им как раз и подходит некая конвейерность, когда их никто не трогает, задачи стандартные, они просто штампуют и выдают продукт определенный, да, напитая рука. И они в этом уже там мастера. Вот, наверное, это идеальный расклад, когда, ну, каждый занимается то, чем ему комфортно. Когда ему дашь новую задачу, где нужно какие-то вот творческие моменты решать или еще новые познавать, может, это ему большой дискомфорт доставляет, ну, вот, в принципе, он под это не заточен. Вот, я думаю, что могут, в принципе, да, изучить какие-то, какие-то, ну, такие задачки несложного уровня. Почему нет? Мне кажется, даже такие есть. Ну, я лично не знаком, да, в основном все, кого я встречаю, хотят развиваться в этом плане, ну, именно творчески. Кто-то просто боится, ну, там, допустим, там, либо время упущено, либо еще что-то, и просто сомневаются, да, но желание есть. Однако желание, ну, должно подкрепляться действиями все равно. Возможно ли учиться при рисовании с фото? Ну, это дает определенный навык, но все-таки лучше чередовать с натурой. Это немножко восприятие объема, но, ну, немного иное, ну, просто для сравнения там. Наверное, чтобы понять разницу, надо приобрести какой-то, хоть небольшой, но опыт, да, попробовать и так, и так. Но фотки, да, я не исключаю, вполне. Я говорю, что быстрые наброски, вполне очень удобно делать с фотографиками. Я находил на Ютубе, по-моему, там, включаешь видео, тебе минуту показывают, там, одну позу, потом через минуту другую. Вот, я на сайт не натыкался, но вот натыкался на Ютубе такие вещи. По-моему, даже где-то у себя на странице это сохранял. Вот, и это очень удобно. То есть, сидишь, листки только выкидываешь через минуту. А в этом плане, конечно, фото тоже искажает. Я согласен. Мне подавай натуру. Фото искажает, но вот для быстрых набросков, ну, я думаю, что если нет возможности постоянно ходить на натуру, а потребности, желания есть, но почему нет? Но чередовать я бы советовал. Как-то не научиться по фото, что делать надо, потому что надо выделять их всегда, потому что делать натуру, как-то выставать. Вот, мы в этом вопросе исключаем, как бы, работу, потому что в работе нас много чего вынуждает действовать не так, как было бы правильно, и тот же использование фото-бажа. Ну, я тоже фото-бажа. Ну, и в некоторых работах, да, например, где-то меня уже по премии не подгоняют, а мне там лицо все не такое, не такое, не такое. Берешь фото, вставляешь, обрабатываешь. Ну, приходилось и так делать. Но изначально я стараюсь, ну, навязать свое видение. То есть, если он совсем не прокатывает там, то уже, да, обращаешься к какому-то читингу. Рисовать на работе casual, картон, а в свободное время... Еще, пожалуйста, пожалуйста. Рисовать на работе casual, картон, а в свободное время фотореал. Полезная практика или простое распыление сил? Фотореал. А фотореал — это вот, смотря, кто какое понятие вкладывает. Фотореал — это копирование, ну, в плане вот фотографичные какие-то... Ну, как на фото прямо. Или это просто реализм, ну, приближен максимально... Ну, максимально. То есть, это разные понятия. Вот то, что я видел в фотореалу, я тоже его называю фотореалом. Это вот художники некоторые там маслом или чем рисуют, да, они прямо фотография как будто. Но для себя я, например, не вижу какой-то творческой основы. А рисовать то, что, например, для меня... Ну, то, чего нет, ну, то есть фэнтези, да, но реалистично, вот... Я думаю, вот эта вещь... Ну, она, во-первых, интересная, ну, для меня лично. Не всем подходит, что именно? Не всем подходит рисовать нежных котиков, а в основном в России... Ну, да, много у нас такого, на самом деле. Но, ну, не знаю, сложно. Рисуйте для себя тогда. Ну, важно, важно, если вы на работе делаете не то, что вам нравится, но приходится сидеть на работе, выделяйте время для... Если это вообще возможно, для рисования того, что вы хотите. Только тогда у вас должна оставаться любовь к работе, ну, к рисованию. Не надо забивать себя, вот, насиловать теми вещами, которые... Ну, которыми приходится насиловать по работе именно. Нужно разбавлять тем, что хочется. Вот у меня пока проблемы такой, ну, не возникает. Есть небольшие желания, но они прям, ну, не крик души еще пока. Вот. Вопрос от Сергея. Любить ли Андрея до путешествия? Обогащают ли они его в творческом плане? Например, поездка в Америку. Как-то повлияла на это? Новые виды, люди и прочее. Али домосед? Нет, я... Ну, наверное, у меня местами, периодами там, когда я домосед, когда мне хочется куда-нибудь урвать. Вот сейчас время именно не сидится на месте. Ну, собственно, я к вам в гости и приехал. Вот. Мне хочется куда-то ездить, и это, да, это немножко освежает мозги, восприятие вообще всего, восприятие себя главное. Ну, то есть ощущения как-то меняются, меняются впечатления, новые картинки перед глазами. Когда постоянно одну картинку видишь, да, видишь только вот окно в интернет и в свой фотошоп, и создаешь, да, миры, понятно. Но когда ты набираешься впечатлениями новыми, да, занимаясь какими-то другими делами, получая от этого при этом удовольствие, то есть когда это не насилие над собой, то я думаю, это в целом, то есть если творческий человек, это как бы эмоциональный, да, то есть ему нужно там загореться, чтобы работать, иначе это просто, ну, конвейер начнется, да, если это нужда. А если говорим о творчестве, то нужны впечатления, а эти впечатления можно и извне набирать, то есть заниматься какими-то там другими вещами, ходить на выставки, и там в кино мы ходим, еще что-нибудь придумать, там катание там на чем-нибудь, путешествия, если это кого-то тоже включает. У меня путешествия не сильно так прямо, ну, озабоченными, ну, да, мне интересно, мне просто пока как-то не довелось. А в Близзард, да, съездил, для меня вообще поездка Близзард, это такое состояние эффекта было. Ну, то есть я до самого конца, пока не приехал домой, я не осознавал, ну, что происходит. То есть я приехал, у меня такое ощущение, что я просто за кем-то наблюдал. То есть это не я ездил туда, а я просто наблюдаю за каким-то чуваком, который съездил в Близзард, и ему что-то там показывали. То есть я даже не могу описать толком свои эмоции. У меня в каком-то в трансе находился. Ну, потому что для меня, в принципе, ситуация необычная. Первый был конкурс, и сразу первое место, ну, ну, это какой-то такой некий шок. А потом я подсел на эту штуку и начал в конкурсах участвовать. Ну, то есть там был Близзкон потом, который дал второе место. Опасность была не зажраться. Ну, то есть, ну, не подсесть на это, то, что вот, ну, какие-то призовые места получаешь, да, а там поучаствуешь в каком-нибудь конкурсе, ну, и такой, ну, проиграешь, да, и уже, а как это так, я проиграл, я жду этого все. Как-то так такое думаешь. Ну, вот опасность была этого момента, ну, голова вроде на плечах, осознание есть, что, ну, всякое бывает. Тем более, ну, это уже, ну, объективно, что, как бы, повезло, не знаю, не повезло, как это можно рассматривать. Не мне, наверное, судить, на то были судьи. Гита спрашивает, есть ли у тебя любимые художники, которыми ты вдохновляешься или варишься в собственном соку? Хороший вопрос. Варюсь в собственном соку. Ну, в данный момент так. То есть, начал рисовать, я вообще мало художников знал и начал рисовать, когда посмотрел на работы Лео Хао, а захотелось рисовать, когда я узнал, что это доступная вещь. Ну, то есть, для этого нужен компьютер и планшет. Я просто об этом никогда ничего не слышал. и вот почитал о Лео Хао и, ну, загорелся. То есть, мне настолько это близко стало. Ну, то есть, а почему нет, а почему я тоже могу, тоже хочу. Вот. И, собственно, насмотревшись на его работы, мне, и почему нас так сложилось, наверное, потому что мне был по душе его стиль, и я хотел его перенять. Ну, и, наверное, перенял. То есть, есть отклики какие-то, да, многие говорят. Ну, по крайней мере, пока я рисовал в пейнтере. Вот. А так, ну, не знаю, вдохновляшек. Я сейчас пытаюсь вдохновляться как раз теми вещами второстепенными, не касающимися вообще творчества. То есть, как-то на разносторонне развиваться, что ли. Потому что мне в какой-то момент показалось, что ну, не то, чтобы гаснет желание, а как-то скован я, что ли, только одним творчеством. Ну, и посчитал, что нужно как-то себя расширять. Эмоционально. Что-то я мусуню, мусуню, ничего не двигается. Вообще, эта вещь делается гораздо быстрее, если бы я не было болен. Хотя вот раньше бы я вот эту вот картинку я бы мусорил гораздо дольше. Сейчас вот как раз, перейдя на на мазочный такой стиль, да, на пятна, ну, как-то полегче, немножко свободнее ощущается. вопрос. Если я слегка жирный художник, чем занять себя во время обязательных прогулок и что будет полезно в работе? Ведь я не очень, ведь не очень хочется отвлекаться от художественного процесса, а приходится. Мне правильно послышалось? Жирный художник? Да. Можно гантелью привязать к стилусу. Я не знаю, блин, спорт вещь полезная, можно себя как-то занять. Но вообще, если говорить о физических качествах, если это так напрягает и мешает, то есть диеты, есть спортзал. Если главная мотивация, то есть все решаемо. Просто кому-то легче дается, кому-то тяжелее. Также в творчестве. Кому-то понимание медленнее приходит, кому-то быстрее. Ну, наверное, это называется талантом. У кого-то предрасположенность больше, да, у него, я не знаю, то ли это желание больше, я не могу объяснить. То есть не могу говорить с других. То ли просто какое-то врожденное понимание вещей, да, я не знаю. Это надо, наверное, как-то изучать этот момент. Но факт в том, что всем дается по-разному. Но это не значит, что тем, кому дается тяжелее, надо обижаться на жизнь, да, и бросать это дело. Я же, я с самого начала, да, когда говорил, что не надо смотреть на других. То есть если вас вдохновляют чужие работы, то да, этот эффект идет в плюс. Но когда вас угнетает то, что кто-то вас там младше рисует гораздо лучше, то лучше закрыться от этого. То есть этот фактор идет в минус. так же критики можно относиться, да, есть критика, которая, которая на вас действует и мотивирует, да, положительно, а есть когда вас просто засирают, ну, для самоутверждения, там, не знаю, и плохо, если вы в это верите. Ну, то есть у вас ничего не получится, там. Со мной такого, правда, не было, но я слышал много историй там, да, кто как пробивался и честь, хвала тем людям, которые, не слушали и шли к своей цели и напивались. Мне-то у меня немножко по-другому. Мне, наоборот, с самого детства я в свою сторону много лезть слышал. Ну, лезть, не знаю, или так действительно считали. Но меня хвалили часто. Поэтому для меня было шоком и стрессом, когда я попал к Лео Хау. там абсолютно противоположно сместился вектор, полюс, вернее. Пришло осознание, что я якобы полный ничтожеств и с этим надо что-то делать. желание с этим что-то делать было мое индивидуальное. то есть мне я как так ну я привык похвалее. Мне хотелось снова ее вернуть. Ну как это так? Должно быть все по-другому. Вот. И, ну, старался это приблизить момент. Ну как часто сейчас так? Валит, не ушел. Ой. Ну, когда учился, мне кажется, этого не было вообще. Но он сейчас ну сейчас я надеюсь, он гордится. Ну, он, по крайней мере, так говорил. Я ему верю. Вот. Я думаю, что да. Ну, я думаю, он бы не позвал меня на работу, если бы я чего-то не добился, да. Ну, какого-то не поднялся на определенном уровне. Но опять же, ну, ставя какие-то точки достижения, не надо думать, что это предел. Если только другой момент, что вы не видите пути, это да. Тогда вам нужна помощь или, не знаю, какое-то усилие над собой. Но... Что я хотел сказать, не забыл. На ногу отвлекся. Ну, что значит рисовать, говорить. Я думаю, он может чуть-чуть не договорился. Да. Сколько? За рисунком не замечаешь. В общем, мне казалось, оказалось, я как только начну, вернее, закончу говорить, и все. И, короче, и что дальше делать? Так, мы думаем, молча рисовать. Тут так, ну, хорошо побеседовать. вопросов еще очень много, но на всей потери у нас физически не получится. Может быть, есть какие-то завершающие слова, завершающие советы, для чего? совет. Вопросы, наоборот. Вопросы, будет один, интересный, я стараюсь, ну, почаще просто сейчас как-то выступать, да, и действительно ли это интересно, действительно ли это нужно, просто хочется понять, двигаться ли в этом направлении, как-то развивать, может быть, идейно, там, или тематически, что бы вы хотели, там, да, какие бы темы поднимать, потому что к этим темам приходишь сам, то есть, исходя из тех вопросов, которые тебе пишут в личку, в основном пишут начинающие, может быть, кому-то интересно, ну, уже кто находится на определенном уровне, что он хочет узнать. Ну, это, понятное дело, многие вопросы нельзя решить, ну, за, за одну встречу, но уже говорить о них вслух, это уже хорошо, люди начинают задумываться о каких-то определенных вещах, начинают сами искать, это может иметь положительный эффект. Вот, мне бы хотелось знать вообще, ребят, вам это надо? Если да, то мы будем как-то стараться, да, развивать эту тему, может, я с, с друзьями, вот, как-то у нас есть своя группа, да, мы подумываем, как ее развивать, как, в каком направлении двигаться, какую пользу приносить для начинающих, или, может быть, для уже достаточно опытных художников. это здорово, это здорово, это приятно. невиданное, по крайней мере, для наших мероприятий активность, очень наградирующие, но разговоров, она включена, темно, точек. что-то мне даже, знаете, что понравилось, вот это уж, не хотел бы, да, еще помусолить. Ну, ладно. Но вот эту работу, не берите обещание, что я ее закончу, это вряд ли. Но, скорпиону обещаю. Может, сэр обещал. Официальное заявление. А? Официальное заявление. Официальное что? В прямом эфире. Заявил, что закончишь. Ну, уже, да, уже придется. Да нет, Саня достанет все равно, я знаю. Это уже на протяжении длительного времени. Он сидит, если он не писал. Это он написал? Он не написал, но я вижу, что он знает, если он не будет. Ну, тогда что, будем закругляться? Вот это сохраню, наверное. А, кстати, да, я же хотел с самого начала. Вот это можете себе забрать, если вам интересно. Это, да, картиночки мои. Я распечатал, в принципе, это все бесплатно. Выбирайте, мне что нравится. А? 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 напишите. Ты уже трансляцию выключил? Нет. Я всем... Спасибо всем большое. Да. Да, что вы все пришли. Спасибо, Андрей, что приехал к нам. Смотрите, видео будет выложено завтра, наверное, да, на канале у нас. Вот. Спасибо всем большое. И вам спасибо. Спасибо. Спасибо тем, кто сейчас в чате. Очень приятно, если собралось столько народу. Надеюсь, почаще будем что-нибудь вещать как-нибудь разными способами. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok